Привет, мобили и геймеры! С вами Фликер, и я вновь возвращаюсь в Rebel Racing для того, чтобы посмотреть на длинные треки с кучей поворотов и многое другое. Именно это добавили в крайнем обновлении разработчики Rebel Racing, и сегодня мы на это всё дерьмо посмотрим. Конечно же, у нас здесь сейчас ещё оформление Хэллоуин, и вот этот вот дом, который находится у нас сзади, безумно мне напоминает Racing Master. Что ж, давайте отправимся сразу в гонку, посмотрим, что у нас появилось на карте, где находятся эти великолепные длинные гонки, и тут у нас вот трофей уровня 6. Что это такое? Фроуд? Нифига себе! Активностей в игре стало значительно больше, но основные гонки, которые были короткие, они так и остались короткими. Так, нам предлагают типа прокатиться бесплатно что ли? Ну давайте пройдёмся. У тебя нет тачек, соответствующих критерию для участия, понятно? Здесь есть чисто донатные автомобили, есть не совсем донатные. Так, победи босса класса А, и тогда я отправлюсь туда. Окей, с боссом мы пока ещё не разобрались, здесь мы тоже не можем прокатиться. Тут, скорее всего, тоже я не... 500 я не хочу тратить. Я сейчас коплю себе на внедорожник, есть там один от Форда, очень симпатичный. Так, а что здесь мы можем? Участие 20, значит. И я смогу бронзовые ключи, зелёные какие-то ключи ещё добыть, бабло. Ну, не такие интересные, конечно, награды, а что в уровень С. Здесь уже 40. Ох ты! Вот собака я случайно нажал и купил себе. Ну, ладно, давайте прокатимся. Можно использовать, конечно же, только тачки из соответствующего класса. Вот, например, у меня есть Форт Мустанг, не особо прокачанный. Ну, а давайте глянем вообще. Может быть, здесь как раз-таки имеются гонки с кучей поворотов и вообще длинные на этот раз, я надеюсь. Погнали. По визуалу, кстати, мне кажется, ещё графони чуть улучшили. Либо из-за того, что я играю на iPhone 13 Pro Max, здесь вот такой вот шикарный графони. Так, и чё, сколько здесь гонка идёт? В основном каждый трек это 1-2 поворота и финиш. Вот сейчас вот второй поворот и дальше вы уже видите финиш. Поэтому мне эта игра не нравится. То есть, если в Need for Speed No Limits достаточно короткие трассы, то здесь они вообще скучные. 1-2 поворота и всё, никакого дрифта, ничего тут не имеется. Можно следующую гонку выбрать, но я не хочу. Я хочу как раз-таки посмотреть на эти длинные гонки, которые разработчики добавили. Итак, что это такое? Абонемент мятежный собрать. Да, у нас тут, как и в девятом асфальте, как в PUBG Mobile и в Call of Duty Mobile появился боевой пропуск. И, конечно же, мы здесь вон всякое дерьмо получаем. И этот боевой пропуск доступен только за бабки. 900 рублей дорого. Но мы тут получаем автомобиль KTM X-Bow GT4. Далее к нему различные импортные детали, другие детали. Золотые ключи, кстати, у нас есть и сверху. Ну, 100 золотых ключей мы получаем в конце. Также есть испытания. То есть, то, что мы выполняем и прокачиваем. Не вижу смысла абсолютно брать. Вообще не вижу смысла донатить даже в эту игру. 60 фпс, по-моему, здесь у нас не появилось. Отправляемся обратно на нашу великолепную карту. И так, легкие деньги. Здесь мы уже на B-классе должны гонять. Я хочу найти... Так, аэропорт. Мы там в другую локацию отправимся. Мне вот интересно именно длинные ваши эти гонки. Ну, давайте отправимся реально в аэропорт. Так, а здесь у нас, по-моему, тоже этих треков нет. Да ёккарные бабай. Где эти треки? Или даже длинные гонки теперь доступны только за бабки. Или вот. О, вот здесь, по-моему, у нас как раз имеются эти треки более большие. Итак, вот мы можем золотой ящик погрома получить. Это классно. Так, добро пожаловать на мятежный погром. Разбейте как можно больше коробок за отведенное время. Чем выше ваш счет, тем лучше призовой ящик вы заработаете. 300 очков, короче, нужно накопить за счет разбитых ящиков. И тогда мы сможем золотой забрать. Каждый ящик можно получить только раз. Попробуйте собрать все ящики. Ладно, у нас бесплатный заезд имеется. Давайте попробуем, посмотрим, что он из себя представляет. Повторные заезды разбитой коробки открываются в следующем заезде. У тебя есть 60 секунд, чтобы пройти круг и собрать максимально возможное. То есть здесь у нас уже гонка идет 60 секунд. Не 25-30 секунд. И, конечно, точила, которая предоставляется. Вот два очка. То есть надо дофигищу просто этих коробок расфигачить. 45, это повезло. Фортануло, еще раз фортануло. А-а-а, я понял. Короче, если мы разбиваем вот эти вот ящики, то в них будет 45, да? Нет, нифига, короче. Они очень сильно рандомно. Но давай вот крайний. Эх, я даже вообще не разбил. Да, здесь подлиннее треки, но опять же подлиннее. Длиннее 23 секунды. Два вот мне выпало. И все, финиш у нас походу. Да. К сожалению, не сильно большие у нас треки добавились. Это, я считаю, вообще позор. Ну, я понимаю, на что рассчитывали разработчики. Они рассчитывали, что большинство мобильных геймеров не любят долгие матчи, долгие гонки. Они вот любят побыстрее и все. 100 рублей следующая гонка. То есть вы должны платить за следующую гонку, блин, 100 рублей. Вы охренели вообще там, блин. Таких 9 гонок и лучше купить Грит Автоспорт. Кстати, есть у меня ролик на канале Топ Мобильных Гонок. Вы можете с ним ознакомиться и забрать к себе на заметку какие-нибудь хорошие гоночки. Так, ну а мы давайте прокатимся, наверное, в легких деньгах или вот двойной приз. Есть тест-драйв у нас. Можно в тест-драйв отправиться. 4 тысячи получим и прокатимся на погонизонде Революшн. Очень много революций в этом году. Так, обгони кого-то. Ну, давайте попробуем его обогнать. Ах, красавица. Не, визуал в игре неплохой. Мне даже нравится то, что текстуры такие немножко размытые, мультяшные. И, кстати, ничего, так управление у этой точил. В заносы, по крайней мере, в дрифт она прям хорошо входит. Давай, врубаем. Нитрушечку. Подружечку. Давай, 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 вырываемся вперед. Жасмин, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, ну давай, блин, у меня нету, короче, просто еще одного бака нитро, чтобы использовать. Вот, надо было на этом повороте его ликвидировать. Но нет, у меня не получилось. Далее по предложениям. Есть вот за 100 золотых ключей. 100 золотых ключей стоит 900 рублей. Типа, дешевле приобрести вот этот пропуск для того, чтобы эти 100 ключей, плюс еще дополнительные награды забрать из этого пропуска. У меня 100 ключей нету, к сожалению, по улучшениям. Что тут, мы можем что-то поставить, да? Нет, он пишет, вот у вас деталей не хватает. В начале, когда только-только игра вышла, вообще можно было не запариваться и быстро пройти всю кампанию, пройти всех боссов. Сейчас же все значительно сложнее стало. И, блин, вот донатом игра наполнилась, к сожалению. Есть вот ресурсы различные, которые за элитную валюту доступны. Но я хочу, смотрите, что вообще себе приобрести. Либо накопить бабла и купить себе вот этот вот великолепный мустанг за 1999. Золотая валюта у нас дается за ежедневный вход. Там каждые 7 дней их может быть там 20. Ну, короче, долго ее придется скопить. Проще, конечно, задонатить, но донат здесь жестокий. Вот. Либо мы можем, допустим, приобрести что-то из вот этого. И, прикиньте, все только в контейнерах. Играть в трассы. Допустим, разблокировать. Что, я разблокировал, да? Продолжай кампанию, чтобы разблокировать трассы и повороты. Вот там, скорее всего, подлиннее эти треки будут. Но, к сожалению, чтобы поучаствовать в длинных треках, мы опять должны заплатить. Вот, например, например, вот я хочу, допустим, вход в магазин. И он меня отправляет вот сюда купить. А у меня нету. А сколько вот у меня вообще этих ключей? То есть, ну, это говнище полнейшее. То есть, настолько разработчики не уважают своих игроков, что, блин, все за донат. Я понимаю, что каких-то разработчиков нужно поддерживать. И я против доната, в принципе, ничего не имею. Вот, смотрите, мы можем прокатиться здесь. Автомобиль выбрать опять С-класса. Ну, мне кажется, я здесь гонял, да? Обгони Жасмин. Дорожная машина, крушение поезда у нас тут трасса. Против ИИ. Четыре билета у меня есть. Можно в других еще зарегистрироваться. А здесь вот можно зарегистрироваться? А, понятно. А есть что-нибудь вот зарегистрироваться? Здесь только, короче, с этой тачки. Вот не купите контейнер, фиг вы получите. Но, с другой стороны, если у вас нужное количество ключей есть, то вы сможете, конечно же, эти ключи использовать. Вот, блин, еще чтобы посмотреть, сколько у тебя ключей, тебе сначала надо зайти в магазин, выбрать какие-нибудь вот треки. Вот. И он не показывает, сколько у меня собака ключей. Пока мы не зайдем, скорее всего, да, в импорт. У меня 70 ключей. В принципе, я могу 30 ключей еще накопить и открыть этот сраный ящик с тачками, где вот у нас будут открыты гонки с этими гребанными поворотами. Ну, это, конечно, трэш. И вот мы даже не можем приобрести, например, эти ключи за золото. То есть, либо, может быть, в ресурсах эти ключи иногда попадаются, и можно их приобретать. Либо только за донат. Далее, кстати, по внедорожникам. Сейчас я тоже покажу вам, какой я хочу забрать. По-моему, да, вот этот я хочу. А, это Nissan, что ли? Да, это Nissan. Подождите-ка. Значит, где-то должен быть Ford. Потому что я хотел Ford приобрести себе. А, вот этот вот. Офигеть. Raptor. Он разве был в импорте? Кто народ играет до сих пор вот в эту вот хрень? Напишите в комментах, Ford разве был в импорте? Тоже хз непонятно. А, вон, где у нас еще зеленые ключи. То есть, тут мы тупо ресурсы можем собрать. А здесь различные кредиты слияний, которые, насколько я знаю, увеличивают мощность автомобиля, либо повышают звездность. Да, грусть, печаль, разочарование. Ну, вот такие мысли у меня по поводу этого сраного обновления. То есть, чтобы в нем поучаствовать, вам нужно, как минимум, 100 ключей. А ключи, либо вы купите за реальные деньги, что никому не рекомендую делать, либо же упоротым трудом, задротством выбить нужное количество этих ключей. Что ж, народ, я постараюсь, конечно, еще 30 этих ключей золотых где-то добыть. И, может быть, вернусь и сделаю ролик про эти длинные треки, за которые вы должны платить, блин, чтобы поучаствовать. Но это просто... я не знаю, как это еще назвать. Пишите свои мысли в комментариях. А на этом у меня все. С вами был Фликер, мобильный геймер. Всем пока.